Добро пожаловать в Польшу! Национальные насильственные союзы, брак Марины Мнишек и Лжедмитрия, освобождение Москвы от поляков, наш новый национальный праздник, а также войны, победы, поражения и предательства, попытки совместного построения коммунизма и прозрения. Какая Польша сегодня? Какие они, современные поляки? За ответами на эти вопросы мы отправились в Польшу. Своё путешествие мы начинаем в Старом Кракове, древней столице страны. Польская история в исполнении местных гидов очень романтичная. Вы узнаете о драконе, пожиравшем местных красавиц, и о некой Ванде, утопившейся в Висле, чтобы не выходить замуж за немца, и о прекрасной королеве Едвиге, которая не любила литовца, но вышла за него замуж ради блага своей страны. Старая польская пословица гласит, Краков не сразу строился. Здесь действительно можно найти романские постройки в камне, готические в кирпиче, а также классические ренессансные памятники архитектуры и даже стиль модерн. Город возник на Вавельском сгорье, круто обрывающемся в Вислу. Вавельский холм, а затем замок, всегда были центром знаменитой краковской панорамы. В конце 70-х исторический центр Кракова был включен ЮНЕСКО в список 12 наиболее значимых урбанистических ансамблей мира. У нас есть много возможностей, чтобы хорошо почувствовать себя, поразвлекаться, немножко и покупки сделать. Одно из самых милых элементов, что можно легко просто договориться, что как идет туристические отношения, у нас в Польше уровень знания русского языка разный, но там все, даже и те, кто не понимает, как спокойно и медленно россиянин говорит, так договориться. Архитектурный ансамбль Вавеля удивительно гармоничен и разнообразен. До начала 17 века роскошный Вавельский замок служил резиденцией польских королей. Свой нынешний облик замок приобрел в начале 16 века при короле Александре и его брате Зигмунте Старом. После пожара братья перестроили замок в итальянском стиле, настоящий дворец-крепость Палаццо Инфортеццо. А его внутренний аркадный двор – один из самых элегантных в Европе. В Вавельском кафедральном соборе с 1320 года короновались все польские короли, за исключением последнего – Станислава Понятовского. Для многих из них криптособора стала местом последнего успокоения. Захоронение находится также в капелле Святого Креста и в капелле Сигизмунда. Здесь покоятся останки не только польских сюзеренов, но и церковных иерархов, национальных героев, а Вавель по праву называет польским акрополем. В центре действующего кафедрального собора находится мавзолей святого Станислава. Под мраморной сенью в серебряной раке хранятся мощи епископа Станислава, который погиб в 1253 году от руки ревнивого короля. Святой Станислав является покровителем страны. Первая коронация в этом соборе состоялась в 1320 году. Престол занял король Владислав Локоток. Епископ служил молебен под Балдахином. Все епископы почтили церемонию своим присутствием. Спустя 13 лет король нашел свой покой под этим куском белого мрамора. Это погребение положило начало пантеону. В Польше очень сильны рейлистские чувства. Многие поляки приезжают в Вавель поклониться праху своих великих правителей. Изысканное надгробие из белого карарского мрамора указывает на место захоронения знаменитой польской королевы Едвиги, внучки Казимира Великого. Она вышла замуж, как вы помните, не по любви, за литовского язычника Егелла. Способствуя тем самым созданию мощной польско-литовской унии и основанию династии Егеллонов. Умирая при родах, Едвига завещала все свои драгоценности Краковскому университету. Ее нелюбимый муж Владислав Егелла также покоится в этом соборе. В крипте собора захоронение королей и поэтов. Помимо надгробий польских монархов, о всех них невозможно рассказать в двух словах, здесь находится могила Тадеуша Костюшка, национального героя, борца за независимость Америки и Польши и захоронение маршала Юзефа Пилсудского, который руководил страной до Второй мировой войны. Краков ежегодно посещает 8 миллионов туристов. Им необходима хорошая фитнес-подготовка, чтобы подняться на башню собора. Несмотря на то, что от петляющей деревянной лестницы кружится голова, не подниматься нельзя. На самом верху находится колокол Сигизмунда. Если дотронуться до языка колокола левой рукой и загадать заветное желание, оно непременно сбудется. В Кракове много красивейших культовых сооружений. Иезуитский костел Петра и Павла – замечательный пример польского барокко. Его кованая решетка украшена статуями 12 апостолов. Суровая архитектура костела францисканцев смягчена утонченными витражными работами Станислава Веспянского, выполненными в стиле модерн. Среди них выделяется витраж «Бог-отец», рассказывающий о сотворении Земли. Польша, как известно, католическая страна. Религиозные пристрастия поляков очень сильны. Говорят, что поляки верят не в Бога, а в Матерь Божию. Действительно, культ Девы Марии силен, и ее изображений в польских костелах больше, чем всех других святых. Попытки коммунистов запретить полякам верить в Бога только распаляли строптивый польский характер и способствовали усилению веры. Для нас, жителей, в общем-то, атеистической страны, странно видеть, как подросток в набедренных джинсах с наушником в ухе бухается на колени, зайдя в костел. И есть фигура в польской истории, обожаемая всеми поколениями. Кароль Войтыла – самый знаменитый поляк на свете, ставший наместником Бога на земле – Папа Иоанн Павел II. Когда в 1978 году ватиканский трон занял малоизвестный славянин, мало кто мог предположить, что его папство станет одним из самых долгих и отмеченным таким количеством событий. Войтыла стал провинциалом и не имел собственной определенной программы. Однако именно ему удалось восстановить влияние Ватикана в мире. Иоанна Павла II считают катализатором развала соцлагеря. В Польше его чтят как духовного лидера солидарности. Юноша, к 20 годам потерявший одного за другим всех членов своей семьи, мать, отца, брата и младшую сестру отдал всю свою жизнь служению Богу. Он реабилитировал Джордана Бруно и Галилео Галилея, возвел в Сан-Святых 476 человек, совершил более 100 зарубежных поездок. Полякам импонировало его умение говорить речи и держать Марку с самыми шикарными иностранцами. К концу жизни ему пришлось оставить плавание и лыжи, его мучила болезнь Паркинсона. Титан превратился в хрупкого старика, засыпающего по ходу церемонии, но это внушало благоговение перед его преданностью делу. Смерть папы оплакивали миллионы верующих во всем мире, а по улице Францисканцев в Кракове было ни проехать, ни пройти. Около дома, где жил Кароль Вайтыла, все было услано цветами и горели свечи. В Кракове вам обязательно покажут коллегиум Майус – основное здание Егелонского университета, старейшего университета в мире, того самого, на развитие которого отдала свое украшение несчастная едвига. А также Барбакан – круглый бастион в гостическом стиле, предназначенный для защиты города от нашествий. Жители Кракова обожают прогуливаться в общественных садах, плантах, опоясывающих старый город. Знаменитые флорианские ворота, которые служат сегодня не границей города, а выставочным пространством для свободных художников, ведут прямо, а по-польски – просто, на рыночную площадь. Это одна из самых больших средневековых площадей Европы, образованная в XIII веке. Центр площади занимает грандиозное здание – это сукеница – старые торговые ряды, построенные преимущественно для торговли сукном. Отсюда и название. Доминантой площади стал готический костел в честь Вознесения наисвятейшей Марии Панны, в просторечии – Мариатский костел. Башни неравной высоты придают необычность базилике. Существует трогательная легенда о двух братьях, которые строили каждый свою башню, и каждый стремился сделать свою башню выше. Не выдержав конкуренции, брат убил брата, а сам покончил с собой, бросившись на камни рыночной площади. Такая вот жизненная история. Несомненным поздним готическим шедевром признан алтарь костела. Это пример тончайшей резной работы, выполненной из липы немецким мастером Витом Стошем. В этом дворце Банера в 1606 году дочь Сандомирского воевода, своенравная красавица Марина Мнишек и Лжедмитрий I сыграли свадьбу. Правда, сам жених по понятным причинам явиться на бракосочетание не смог. Его интересы, как бы мы сейчас сказали, представлял поверенный. История гордой полячки Марины Мнишек и Лжедмитрия, царствовавших 9 дней, будоражила лучшие умы России. И Пушкин, а затем Мусоргский, увековечили в искусстве этот сюжет. Марина в свои 18 лет была, судя по всему, необыкновенной барышней с необыкновенной судьбой. Вышла замуж за Лжедмитрия, крановалась в Москве, вела подробный дневник, вела переписку с представителем Папы Римского в Польше и королем Сигизмундом III, подписывалась Марина, царица московская. Авантюристку на Руси не взлюбили, винили во всех бедах, считали еретичкой, колдуньей. Она пережила смерть мужа и признала его воскресшим в Лжедмитрии II. На ее глазах убили 4-летнего сына, а сама она умерла в заточении. Есть район в Кракове, не похожий на остальной город – Казимеш, бывший еврейский город. Прибытие еврейских и арабских торговых караванов в Краков упоминается еще в летописи X века. В то время, как иудеи в средние века преследовались в странах Европы, они беспрепятственно селились в Казимеже. Польская еврейская община была закрытой, экономически независимой. В городе было 15 синагог, некоторые из которых действуют до сих пор, как, например, эта старая синагога Рему. А ренессансное еврейское кладбище, старейшее в Европе, стало местом паломничества иудеев со всего мира. Особая атмосфера города, гениус Лоца, сохранялась до Второй мировой войны, когда тысячелетняя еврейская культура этих мест была уничтожена, жители погибли в гетто и газовых камерах. Если до войны в Кракове проживало 68 тысяч евреев, то сегодня не наберется и тысячи. Поляки безотчетно испытывают чувство исторической вины за истребление на их земле еврейской диаспоры и обязательно вводят сюда туристов. А галереи, пабы и уютные кафе пытаются вдохнуть жизнь в исчезнувший город. Тот, кто решится отправиться в отпуск в Польшу, не будет разочарован. Для любителей активного отдыха здесь есть гонолыжные курорты, велосипедные дорожки, катание на лошадях, виндсерфинг. Для любителей прекрасного – готические барочные соборы, богато украшенные скульптурой и витражами, живопись, замки, дворцы. Ну а тот, кто любит вкусно поесть, откроет для себя настоящий рай. Свежие блюда из рыбы и раков, картофельные оладьи, свиная грудинка со сливами, овечьий сыр, кровяные колбаски и вареники с грибами. В пятницу-субботу жители Варшавы, Кракова и других крупных городов ужинают вне дома и любят пышно, то есть вкусно поесть. Молодежь собирается в открытых кафе на центральных площадях. Люди посолиднее отправляются в рестораны. Большинство заведений имеют определенную направленность. Здесь собираются литераторы, там – любители джаза. Известно даже, куда предпочитают ходить политики. Поляки невероятно галантны, распахивают перед дамами дверь, дают им прикурить и вообще ведут себя так, как вели бы себя английские джентльмены, если бы их не довели феминистки. Цветы являются общепринятым подношением. Их покупают ко всем случаям, а особенно по поводу именин, так как дни рождения не празднуют. Обращаются поляки друг к другу – пан и пани. Пан-доктор, пан-профессор, что желает пани. Очень комфортно и никакой фамильярности. Тем временем мы уже в Варшаве. Редкий случай в истории градостроительства. Варшава никогда не меняла своего имени. Благодаря географическому положению в центре страны политическое значение Варшавы росло. И в конце XVI века король Сигизмунд III Ваза перенес королевскую резиденцию и институты власти из Кракова в Варшаву, сделав ее новой столицей. До войны Варшава была прекрасным европейским городом с французским шармом. Поляки, как и русские, в XVIII веке были очарованы французской культурой от языка до архитектуры и моды. Несмотря на ожесточенную оборону, немцы оккупировали Варшаву в сентябре 1939 года. Страшнее физических разрушений стали репрессии против польской интеллигенции, запрет на преподавание польской истории и литературы, попытки уничтожить поляков как нацию. После знаменитого Варшавского восстания 1944 года озлобленный враг подверг город методичному уничтожению. Было разрушено 80% зданий, сожжены архивы, библиотеки, музейные собрания. Центр Варшавы восстанавливать не было сил, поэтому сегодня он выглядит как любой западной сити, с небоскребами, офисами и магазинами. Зато старый город, старе място – блестящий образец работы польских реставраторов. Трудно поверить, но этот разрушенный до основания район Варшавы, относящийся к XIII веку, был восстановлен после войны по старым фотографиям и картинам. В польских музеях, совсем как у нас в Петергофе, принято показывать довоенные и послевоенные фотографии. Проникаешься искренним уважением к реставраторам, вернувшим Варшавскому королевскому замку первоначальный вид. Бывший княжеский дворец по велению польских королей шведской династии Ваза в связи с переводом столицы из Кракова в Варшаву на рубеже XVI-XVII веков был превращен в монументальный королевский замок. Но роскошным он стал при просвещенном монархе Станиславе Августе Понятовском. Все виды искусства в Польше в 70-х годах XVIII века развивались под патронажем короля. Известный итальянский живописец Каналетто написал 22 полотна с изображениями Варшавы специально для этого зала. К счастью, все картины подлинные. Прелестная, как шкатулка, частная часовня короля. А в этом саркофаге покоится сердце Тадеуша Костюшка. Сердце Шопена также похоронено отдельно от его тела. Интересно, есть ли еще где-нибудь, кроме Польши, традиция хоронить людей по частям? Зал аудиенции служил королю тронным залом. Рядом новый тронный зал. Спинка и балдахин трона украшены вышитыми серебром орлами в золотых коронах. Рыцарский зал по замыслу монарха должен был напоминать ожидающим аудиенции о победоносных событиях в истории Польши и выдающихся деятелях страны. За рыцарским залом открывается мраморный зал, стены которого выложены мрамором разных оттенков и украшены портретами польских королей. Бальный зал – самый большой и элегантный в замке. Он занимает пространство двух этажей. Зеркальные ниши повторяют форму окон. В другой части замка расположен зал Сената. В этом зале был оглашен один из важнейших документов Речи Посполитой – Конституция 3 мая 1791 года. Польский художник Ян Матейко запечатлел момент ликования толпы. И хотя Конституция просуществовала не более полутора лет и спровоцировала второй, а затем третий разделы Польши и отречение Станислава Августа от престола, ее значение для последующих освободительных движений страны трудно переоценить. В общей сложности было осуществлено в XVIII веке три раздела Польши. Делили три державы – Россия, Австро-Венгрия и Пруссия. Разные были цели, разные задачи этих разделов. Но в основном это было связано с тем, что польское государство в тот момент резко ослабло и не способно было себя защитить. С именем Станислава Понятовского связаны многие памятники архитектуры Польши. Совершенно особенным райским местом на земле представляется Варшавский парк Лозенки, напоминающий Павловск. Павлины, утки, черепахи здесь прекрасно уживаются с людьми. Античный театр на воде ждет вечернего представления. Станислав Август купил каменный замок и эти земли еще до того, как его избрали королем. Обладавший изысканным вкусом, король поручил архитектурные и парковые работы лучшим европейским мастерам. Центром летней резиденции стал великолепный дворец на воде в стиле барокко. Со всех сторон его действительно окружает вода, что придает резиденции весьма романтичный вид. Наиболее пышный по отделке бальный зал построен в классическом стиле. По обеим сторонам зал украшен мраморными каминами. Здесь Понятовский принимал интеллектуальную элиту страны. Вольтер высоко оценивал образование и вкус польского короля. На его светские четверги стремилась попасть вся шляхта. Двор при Станиславе Августе поднял голову. Мужчины щеголяли военной выправкой, дамы одевались по последней европейской моде. Станислав Понятовский охотно позировал, и в польских музеях мы найдем много его изображений. Судьба короля сложилась по законам авантюрного романа. Блестящий эрудит и острослов, обладающий тонкими манерами и привлекательной внешностью, он, секретарь английского посланника, не остается незамеченным в Петербурге. В 1755 году начинается его роман с Екатериной. В 1762 году Екатерина вступает на русский трон, а спустя два года возводит на освободившийся польский трон Станислава Понятовского. Станислав Август никогда официально не был женат, его дамой сердца стала незнатная Эльжбета Гробовская, а милым другом французский коммердинер Франтишек Рикс, занимавший половину дворца. Несмотря на то, что Станислав Август никогда не был орудием в руках императрицы, уступал ей с трудом, по-своему сочувствовал своему народу. Именно при нем произошли три раздела Польши, уничтоживших польскую нацию. Оценки его деятельности противоречивы. Он содействовал развитию национальной культуры и предал свою страну. Он был возведен на престол самой могущественной женщины и ею же низвергнут. Тридцатилетнее правление окончилось отречением от трона. После смерти Екатерины он вернулся в Петербург по приглашению Павла Первого, где скоропостижно скончался. Расположенный рядом с лазенками дворец Бельведер связан с жизнью другой высокой особы. Здесь жил брат императоров Александра Первого и Николая Первого, отрекшийся от русского престола великий князь Константин Павлович. В течение 16 лет взбалмошный эксцентричный Константин был фактически наместником русских царей в Польше. И хотя он полюбил эту веселую праздничную страну всем сердцем, женился на Польке, создал мощную польскую армию. Поляки ему не доверяли, и он чудом избежал смерти во время восстания в Варшаве 1830 года. В старые времена неугодным королям и наместникам едва удавалось избежать расправы. Современные поляки также относятся к своим политикам крайне придирчиво. На протяжении всей своей истории поляки сражались за свободу как львы, и сегодня польское общество весьма политизировано. Люди охотно вступают в политический спор, читают политическую прессу. Считается, что три поляка на необитаемом острове сразу организуют четыре партии, и каждая будет иметь свою газету. Это здание третье за 17 лет, которое акционеры газеты Выборча построили за счет прибыли для размещения редакции. Акционерами, кстати, являются 3000 сотрудников издательского дома, которые помимо самой влиятельной газеты в Польше выпускают еще 50 изданий, в том числе гламурные журналы. Газета возникла как оппозиционная, она и сегодня критикует партию братьев Кочинских. Газета доказала, что качественная пресса может быть прибыльным бизнесом. Мы спросили, что руководство редакции полагает об отношениях России и Польши сегодня. На сегодняшнем этапе отношения между Россией и Польшей не лучшие. Поляки сдержанно относятся к России, это объясняется историческим опытом страны. Поступки современных политиков в Польше воспринимаются весьма настороженно, особенно те поступки, которые близки к имперскому и неоимперскому правилам. Министерство иностранных дел Польши периодически приглашает группы иностранных журналистов для разъяснения своей позиции по актуальным политическим вопросам. Наши журналисты задают вопросы об отношении Польши к Белоруссии, к Ленинграду, просят разъяснить отрицательное отношение Польши к строительству северного газопровода. Пан министр высоко оценивает контакты с Киевом, осторожно отзывается об отношениях с Россией. Сегодня нам кажется, что мы входим в новый этап, что есть возможности, есть шансы сделать что-то новое, что-то получше в польско-российских политических отношениях. То, что нуждается в особенной заботе государственных властей, не только, это общественные контакты, это контакты между учеными, деятелями культуры. На мой взгляд, их было больше в 90-е годы. Россия и Польша сегодня страны очень различные по своей гражданской культуре, политической культуре. Польша, пусть страна еще в плане гражданского развития слабо развитая, но она в Евросоюзе, она уже в Европе с большой буквы, если можно так сказать. И поляки стараются жить европейской культурой. Хотя Польша в свое время, в средние века, на заре нового времени была явно имперской державой, для поляков это в основном уже забыто. Или во всяком случае это преодолевается очень эффективно. Россия по сей день остается в основе своей державы имперской. Я думаю, что у нас есть возможность хорошего развития по экономике, как мы смотрим, последние два года ежегодно 25-30% повышения взаимных товарооборотов. Как идут разные политические элементы, я скажу откровенно, что у нас идет где-то там в странах и в Польше и в России подготовка к встрече президентов, президента Путина с полским новым изобранным президентом Качинским. Великие политики от Наполеона до Черчилля считали поляков сумасбродными романтиками. Для многих Польша это страна, давшая миру Фредерика Шопена, Адама Мицкевича, Кшиштофа Занусси, Анджиа Вайду, Кшиштофа Пендерецкого и многих других замечательных стильных художников. А еще очарование старых городов и пышность столиц, примеры стойкости духа и труднопроизносимые слова со множеством шипящих. Это величественное здание не Московский университет и не гостиница Украина. Это дворец культуры и науки в Варшаве. Так велико было в 20 веке влияние Москвы во всем, даже в архитектуре. У поляков накопилось много исторических претензий к России, но обыватели, так по-польски называются граждане страны, хотели бы, чтобы отношения двух соседей гармонизировались. Так, вероятно, и произойдет. А польское слово запомнить переводится на русский как забыть. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok